Так, друзья. Кстати, по этому периоду вопрос. Были ли изображения, как иконы и свечи в первый период церкви, а также любое почитание Матери Иисуса Христа, поклонение Ей? С какого времени появились иконы? Как раз, собственно, вопрос важный такой. Часто задают вопрос такой православные многие. И я сам, честно говоря, долгое время читал, что с самого начала христианство, видимо, оно и было так, как вот сейчас я вижу в церкви своей православной, что были иконы, было почитание Матери Иисуса Христа, поклонение даже Ей было. Но, а почему это не сказано в Евангелии? Я так полагал, как, в принципе, полагают сегодня большинство священников традиционных по-прежнему, что сама... Есть такая версия даже, что сама Мария, Матерь Иисуса, она попросила евангелистов не писать о ней вот так подробно из-за своей скромности, как бы. И вот они, как бы, вот сказали, окей, хорошо, мама. И они не записали это. Вот ради уважения просто. Но я верил в это тоже. Но сейчас это смешно, но... Вы знаете, я это серьезно принимал за чистую монету. Но ведь Писание, оно богодохновенно. А если бы там Фома пришел бы и сказал бы, пожалуйста, не пиши обо мне, что я там опозорился, ну, скажи, что я был верующим с самого начала вообще. Давай это опустим вообще. Или там Петр пришел бы и сказал бы, пожалуйста, не пишите, что я там отрекался, ну, даже если отрекался, ну, с фигом в кармане, ну, как-то вот... Ну, я все-таки... А все-таки она вертится там, что-то еще там сказал бы такое под занавес. Но, друзья мои, Писание, оно богодохновенно. И там записано то, что Бог хотел изначально записать. А не то, что люди потом там как бы вот так вот... Это пиши, это не пиши, это пиши, это не пиши. Да, друзья, и поклонения Марии не было в этот период времени. О роли Матери Иисуса в то время не говорили христиане. Дело в том, что даже само Писание нам говорит о Марии очень скупо. И слова Марии, отныне будут ублажать меня все роды, это слова на славянском языке звучащие. Они сегодня другое значение имеют. Не то, что тогда, многие столетия назад. А вообще в буквальном переводе с греческого языка звучит эта фраза так. Отныне будут называть меня счастливой все поколения людей. Кстати, я что имею, то даю. Значит, у меня есть, допустим, в компьютере много полезного. И в числе вот таких одних полезных вещей это подстрочник греческий. То есть на греческом языке Новый Завет. И любое слово вы нажимаете мышкой, значит, наводите, нажимаете. И там всплывают переводы на русском языке. Значение этого слова. Корень и значение этого слова. Очень хорошая программка. Я рекомендую каждому, тем более лидеру, проповеднику, иметь такую программку. Очень проста и очень... Не нужно с собой возить кучу литературы. Не надо рыться в словарях. Все очень просто сегодня. И это облегчает задачу проповедника. Чтобы значение этих слов иметь на современном русском языке. Перевод это дело очень сложное. И я восхищаюсь теми, кто на самом деле занимается этим, посвящает свою жизнь этим переводам. Но очень сложно донести на современный, допустим, русский или какой-то другой язык, то, что Бог говорил тогда. Ведь возьмем, допустим, иврит. Не современный еврейский язык, а вот иврит тот, библейский иврит. Многие слова, чтобы перевести на сегодняшний русский язык, они сегодня имеют десятки значений, порой до 70 значений. Притом 20-30 одновременно значений. То есть я, как переводчик, допустим, сижу, и мне, чтобы перевести одно предложение, нужно записать не одно предложение на русском языке, а порой десятки предложений, чтобы понять читателю, современному весь смысл того, что Бог вложил в это короткое слово. Раньше меньше говорили, но в это больше смысла вкладывали. Сегодня много говорят, но порой даже бессмысленно все говорят. Имеет в виду совершенно другое. Но это как бы упрощение языка, думаю, большинству из нас это известно. Оно с каждым столетием, к сожалению, набирает обороты. Упрощение языка, отупение, я бы даже сказал, языка. И никуда не деться от этого, друзья мои. В то время, когда Бог говорил через пророков в Израиле, это было немного записанное слово, но в нем очень много умещалось. Очень много. Так, поэтому для всех желающих я могу это просто записать. Это бесплатная программка, сделана именно христианскими проповедниками программка. Поэтому она немного весит совершенно. На любом компьютере она может умещаться и устанавливаться. А также другие программки. Я думаю, мы должны этими вещами, если они бесплатные, не лицензионные, обмениваться должны и пользоваться этими программами сегодня. Это большое благословение для нас. И я мечтаю о том, чтобы на русском языке была также программа иврита. Пока ее нет. Мало кто этим занимается сегодня. На английском. Англоязычным христианам повезло больше в этом отношении, конечно. Для англоязычных христиан сегодня есть универсальные программы, бесплатные программы и платные. Любые программы есть по изучению иврита и библейские тексты на иврите в переводе на английский современный язык. Но на русском пока нет, к сожалению. Но я молюсь, чтобы это было скорее. И, кстати, при нашей церкви, там в Киеве, украинской реформаторской православной церкви, есть курсы иврита. Один из наших священников, он очень хорошо владеет ивритом, и современным, и во многом библейским сейчас ивритом. И, друзья мои, да, по поводу икон, по поводу икон изображений в этот период не было вообще. Библии, вот таких вот иконных изображений Христа, апостолов, кого-то еще бы то ни было, не было в христианстве. Почему гнали христиан? Я вот вчера, извиняюсь, на прошлом уроке я сказал, что гнали христиан, преследовали часто верующих. В чем обвиняли христиан? Ведь в том времени в римском мире была свобода совести. Римское право – это матерь современного права, как такового. Это колыбель права. И римское право, чем оно отличалось от, допустим, всех вот в истории известных законов, там, правил других стран, что римское право, оно не наказывало за идею, за убеждение человека. Оно карало за преступное действие или за преступное бездействие. В христианстве находили и то, и другое. В чем было, по мнению Рима, христианское преступление? В чем заключалось преступление, собственно? Христиан. В чем они видели их преступное бездействие или преступное действие? Христиан обвиняли в атеизме. Кстати, вот это для меня было, кстати, сенсацией одно время узнать, что христиан называли атеистической сектой, атеистами. И главным образом потому, что христиане как раз не имели этих изображений. В христианстве не было изображений. И в христианстве не было ничего фактически из того, что римляне назвали бы словом «религары» или «религия». В христианстве не было культа как такового. В христианстве не было образов, изображений. И, допустим, если обыватель спрашивал бы христианина «покажи мне твоего Бога», я тоже поклонюсь ему. В принципе, для римлянина тогда Богом больше, Богом меньше – это ничто. Там было столько богов, что, не знаю, я думаю, это была большая проблема у отдела по делам религии. Потому что столько богов, попробуй разберись во всех этих культах. Но, я повторяю, римляне не гнали за даже атеизм, они не преследовали за идеологию самую. Ты мог не верить ни в кого, но ты был обязан исполнять некоторые, как римский гражданин, некоторые традиции, некоторые культы. И, если ты это не делал, ты был преступником в глазах закона, в глазах Рима. Ты был человеком неблагонадежным, как минимум, а вообще-то преступником даже. Допустим, если ты был свободным римским гражданином, то ты был обязан, как минимум, допустим, принести жертву императору, как богу живому. После Домициана, к сожалению, в Риме, вот такое ощущение, что Рим с ума сошел. Они, римляне, верили, что их так убеждали в том, что их правители, императоры, это боги. Как богу требовалось поклонение императору. И каждый житель империи, свободный гражданин, обязан был приносить, верил в то он или не верил, в принципе. Даже, если он был полным атеистом, он должен был принести, как богу, жертву этому императору. Если он не делал этого, он был человеком неблагонадежным гражданином, он считался даже преступником. И он был обязан еще, кроме императора, также совершить еще определенные, ну, участвовать в этих празднествах, одним словом, религиозных. Тем более, если он занимал какой-то пост. Он просто был обязан. Тем более, если он был военным или чиновником, он был обязан это совершать. Христиане отказывались участвовать в этих традициях. Отказывались принимать участие в этих религиозных шоу и приношениях и прочее, прочее. В этом видели их преступление. Потому что христиане заявляли, часто, это было, конечно, смертным приговором для них, они заявляли, что мы поклоняемся только лишь богу, царю царей, и другого бога у нас не может быть, кроме Христа, кроме нашего Спасителя. И это было, конечно же, для Рима вызовом определенным. И много было других составляющих, конечно. Я сейчас не берусь даже все это как бы раскрывать, потому что очень большая тема причины гонений. Там были экономические причины определенные, и политические, и религиозные. Много составляющих было. Но основное, идеологическое против христиан обвинение, это обвинение в атеизме. Обвинение в безбожии, в суеверном безбожии. Один из философов римских, его звали Цельсиус, он написал целую книгу даже и назвал ее «Правдивое слово против христиан». Или же, коротко, против христиан, Цельсиус. И многие другие философы Рима, они пытались вот так вот информационно, идеологически бороться против церкви. Не просто власть и силу оружия, но философов, как Цельсиус или Цельс, в русских учебниках обычно Цельс, против христиан. Вроде таких, как Цельсиус, было много. Философов, которые пытались вылить грязь, облить церковь грязью, оклеветать христианство. Христианам, значит, обвиняли во всех мыслимых, немыслимых грехах. Начиная от этого атеизма безбожия, и включая даже каннибализм, и вообще всякое суеверие. Они занимаются развратом в собрании. Ведь мужчины и женщины вместе в одном собрании всю ночь. Чем они могут там заниматься? Бурное римское воображение все это, конечно же, раскрывало для них. Потом, что еще? В этом собрании были и свободны, и рабы были вместе, были на равных. В том обществе, в рабовладельческом обществе, к рабам отношение было как к животным, по сути. То есть человеческое право ты мог потерять вместе со своим имуществом, допустим, попасть в рабство. И к тебе отношение уже не было как к человеку. К тебе было отношение как, допустим, к вещи даже, какой-то определенной. Это очень страшно звучит, конечно, но сегодня мы выросли все-таки, даже если в безбожии, то большинство из нас выросло именно в традициях, атеистических традициях, безбожие. Но все-таки наше безбожие, российское, советское, оно каким-то образом все-таки было замешано на христианских ценностях. Как не отрицай Христа, но никуда не денешься от этого. Вся современная цивилизация, она уже строится на ценностях, еврейско-христианских таких ценностях, уважения к человеку и прочее. Но в том обществе римском, это было ужасно, конечно, сейчас представить, но человек, он был порой как вещь, просто как вещь. Христианство ломало эти суеверия. И в христианском собрании были и рабы, и свободные были вместе. Это было вызовом системе всей тогдашней. И много других. В общем-то, христианство было революционно. Оно не вмещалось в понимание тогдашнего мира. Да, а изображение, кстати, Христа, есть, у меня где-то даже, кстати, есть на слайдах, это интересно. Есть такое мнение Иринея, одного из отцов церкви, что все-таки изображения Христа были в некоторых общинах. Но это были не христианские общины, как ни странно. Это были общины гностиков карпократиан, проще, карпократ. Имя такое, карпократ. Карпократ это учитель гностицизма, который себя называл христианином некоторое время. И его учеников некоторые назвали христиане. Но в учебниках по истории пишут обычно карпократиане. Потому что карпократ не был христианином именно в библейском понимании этого слова. Он был христианином каким-то странным. Он, допустим, верил, что Христос, Иисус Христос, это одно из многих воплощений Вечного Логоса. А до Него, до Иисуса, таким же воплощением были другие некоторые личности. Допустим, Аристотель, тот же самый Пифагор, Сократ. Кстати, после Христа он считал, так же будут воплощения Логоса. И очередным, следующим после Христа воплощением он считал самого себя. То есть он как бы не страдал скромностью. В общем-то, и понятное дело, христиане его не могли никак назвать христианином, признать его братом. Потому что его учения были совершенно не библейскими, не христианскими. И, в общем-то, довольно странными. Так вот, именно у карпократиан есть свидетельство Иринея Леонского. Были или же могли быть, по другой версии, изображения, первые изображения Иисуса Христа в виде бюстов или же портретов. Но они в собраниях выставляли... Почему Ириней предположил, что могли быть изображения Христа? Потому что они выставляли бюсты христов. Там у них говорилось, у карпократиан, Христов. То есть того же самого и Аристотеля, того же самого и Пифагора, и того же самого и Карпократа. При жизни он как бы любил позировать, делали бюст и выставляли это в собрании. Изображение Карпократа. Но могли поэтому и сделать изображение и Христа, Иисуса Христа. Но, кстати, по преданию карпократиан, Иринея пишет об этом, что первый бюст такой Иисуса, или же портрет на стены Иисуса, по другой версии, сделал сам еще Понтий Пилат. Да, в их учении это был Понтий Пилат. К тому же, оказывается, еще и художник вольный. Да, друзья, но опять-таки это лжеучение. В христианских церквях, настоящих христианских церквях, изображений Христа не было. Изображений Иисуса не существовало. Об этом пишет первая история христианства епископ церкви Евсевик Кесарийский. Он жил как раз в самом конце этого периода. Он жил на рубеже столетий. Конец третьего, начало четвертого столетия. Это был епископ церкви в Кесарии, значит, Палестинской, то есть это в Израиле. Там, где он был и проживал, собственно, долгое время, и был епископом, и он был еще и историком церкви. Он собирал информацию, но в основном о восточных церквях, но также немного и о западных. И он написал многотомный такой труд, который называется «Церковная история». Это первая работа христианина по истории христианства, известная вообще нам. Начиная с книги Деяний, никто больше не описывал о истории церкви, ничего. То есть Лука, первый историк, получается, церкви, в книге Деяний он записал о первых шагах истории церкви, о первых, первые годы описал историю церкви. Но Евсевий Кесарийский, отметим его, кстати, отметим, запомните его, пожалуйста, он нам пригодится, и я буду к нему еще возвращаться, даже сегодня еще. Евсевий Кесарийский, первый историк церкви, епископ Евсевий Кесарийский. Кесария Палестинская, то есть Кесария не в Каппадокии, не где-то еще, а Кесария в Палестине. Кесария развалины, которые сегодня в Израиле показывают туристам. Значит, Кесария в Израиле, в Палестине, это территория, где проживало много тогда христиан, и Евсевий Кесарийский был епископом над этими общинами. И он написал историю христианства. Есть переводы и на русский язык, не полный, но есть переводы и на русский язык. На английском языке есть полностью, это многотомное издание, на английском языке. Евсевий Кесарийский, почему я сейчас его вспомнил, потому что он не только отец истории христианской, но также он вел обширную переписку. Он лично общался с императором Константином неоднократно, он общался со многими сенаторами, политическими деятелями того времени, его очень сильно уважали и верующие, неверующие люди. И он вел переписку с разными людьми, в том числе с сестрой императора Константина, которая была замужем за Ликинием, вторым императором. Рим был тогда, как бы, порой не имел ни одного императора, а двух и даже больше. И вот она, это Констанция, вдова, она имела переписку с Евсевием Кесарийским, и эта переписка сохранилась до наших дней. Большинство писем сохранилось в библиотеке папской. На русском языке есть некоторые письма. Я впервые познакомился с письмами Кесарийского Евсеви в работе профессора Постного, вот как раз я уже называл ее, да, «История христианской церкви». Кстати, у Постного есть еще одна работа, она немного сложноватая, но очень полезная, об этом же периоде времени. Она называется, название очень такое длинное такое, но полное название такое, что «Гностицизм второго и третьего столетий и победа христианской церкви над ним» называется, работа. Очень хорошая работа, как раз именно о проблемах гностицизма и о победе христианства в этом периоде времени над этими идеологиями, над язычеством, над именно оккультизмом, суевериями и вот этими неправильными традициями языческими, которых пытались принести в церковь некоторые служители. Так, друзья, вам все понятно? Я не очень спешу. Так, к 313 году церковь распространилась, церковь умножилась, я уже говорил на прошлом уроке, что порядка 10% населения в городах и, как считается даже во всей империи, это были христиане, так или иначе, это были христиане. И в 313 году начался процесс легализации, а до этого времени церковь была, я повторяю, была гонима чаще всего. В правоостанном календаре, кстати, это будет очень полезно для вас узнать, в правоостанном календаре, а большинство наших социственников, они правоостанны все-таки, да? Так вот, большинство имен это мученики или мученицы, и вот это мученики и мученицы в основном именно как раз вот тех первых столетий. Они не виноваты, те люди, что им впоследствии стали поклоняться и молиться, и их почитать вот таким образом. Это были нормальные христиане, потому что они не молились там друг другу или кому-то еще ангелам, они молились Господу, они за имя Христа подвергались репрессиям и даже казням, но в последующую историю христианства, к сожалению, в последующее столетие им стали приписывать даже такие как бы божеские свойства определенные, им стали молиться. Я рассказывал, кстати, вот когда был на конференции здесь, рассказывал о проблемах исторической церкви, и одной из главных проблем я назвал тогда именно как раз многобожие. Вот сегодня и завтра я буду говорить как раз еще и о том, как многобожие в истории христианства постепенно распространялось, как вот эти метастазы греха вот этого распространялись в теле Мессии, в церкви, в исторической христианской церкви. Так, потом, вот эти имена, кстати, об этих именах еще раз. Об этих именах мучеников. Кого вы знаете из вот святых православных вот мучеников? А, ну, Пантелеймон я уже называл, да. Да, у меня с ним были особые отношения. Незабываемые. Святой Николай, да, вот как раз личность вот того времени. Не, Ксения, это уже наша уже. Ну, в смысле наша, как не наша, но нового времени святая. Так, Варвара, слышали, да, мученица Варвара. Екатерина, Татьянин день, вот Татьяна, мученица, да. Сорок мучеников. Георгий Победоносец, на коне, который убивает там последнего из юрского периода. Кто еще у нас? То есть много разных имен, но вот эти все имена, это мученики и мученицы вот тех столетий. Кстати, вот мой последний приход в церкви такой традиционной, православной, это было в Брянской области, село Душатин. И там был храм, уникальный, конечно, храм, значит, посвящен Василию Великому, Васильевской церковь. А вот соседнее село недалеко, я часто там бывал в гостях, село Ляличи, такое казацкое село когда-то. И в этом селе храм Екатерины. Екатерины имеют в виду мученицы Екатерины. И в этом селе, Ляличи, вообще большое село, в этом селе вот Пасха и День Екатерины, это два дня в году, когда вот все, от доярки и траталисты до председателя, все пьяные, никакие вообще. Село даже в советское время знали, что никакой работы не может быть вообще. День Екатерины почитался, ну, постоянно. И вот, но раз в году особо. И вот, я бывал там, в этом селе, и однажды, а там бабушки собираются, когда батюшка приезжает, это как бы ЧП сельского масштаба, народ подтягивается, но все-таки как бы что-то новое услышат. И, а там в каждом доме, я обратил внимание, вот, где я не бывал бы, в каждом доме, вот, иконы Екатерины. Это как бы покровитель этого села. И я стал им рассказывать, однажды, там, человек где-то 50 собралось их, в основном бабушки были. Вот, и я им рассказывать стал об этой Екатерине. Ну, вот, «Житие Екатерины», издание Московского Патриархата, значит, открыл, значит, зачитал, рассказал, пересказал. Бабушки были в шоке. Одна из них говорит, так что, она не русская, что ли? А дело в том, что она родом из Африки. Она что, черная? Знаете, такой искренний русский расизм такой, знаете, такой, как это вот? А почему же ее все рисуют на иконах белой? Такая блондиночка такая, голубоглазая такая. Но, говорю, да, она, в общем-то, она, значит, понимаете, значит, она не славянская, да, она африканская, святая, в общем-то. И дальше своей родной Африке она никуда не уезжала в жизни, в общем-то. Они были в шоке, конечно, бабушки. Одна из них возмущалась даже. Ну, как же, вот я по телевизору видел, они все черные, как эфиопы, значит, как черти, значит, по-русски. Ну, да, значит, ну, они вот такие, какие есть. А в другом селе, ну, и в Лявичах, а еще другое село, там такой антисемитизм, жуткий такой, колхозный антисемитизм. Значит, и я им рассказывал, и я возьми да и ляпни, что Иисус это еврей. Меня там чуть не порвали. Спасла лишь моя ряса. А потом я успокоил их, и женщинам говорю, знаете, говорю, значит, так и так, ну, вот, объяснил, кто такая Мария, Матерь Иисуса, откуда она, Мария, собственно. Естественно, там одна женщина была в шоке даже, потому что она всю жизнь искренне, притом даже бескорыстно совершенно ненавидела евреев. Вот, а с другой стороны, она вот всю жизнь молилась Богородице. И на старости лет узнала, что, оказывается, она всю жизнь молилась еврейке. Она была в шоке, конечно. Вот, а потом мне говорят еще, в конце, я это рассказывал мессианскому раввину, когда в Киеве, то был в шоке просто. Я говорю, что они пояснили мне, батюшка, хорошо, Иисус, Мария, ладно, евреи, но, говорит, наших Петра и Павла, говорит, не трогайте. Вот так. Ну, я понял, для одного дня слишком много стресса. Надо постепенно как-то так вот по чайной ложке. Да, а то передозировка будет. И вы знаете, значит, вот откуда вот такие всякие суеверия в народе? От невежества. Просто от незнания, знаете, вот из-за невежества элементарного. И, конечно, Иисус, как говорил, что познаете, говорит, истину, да, познаете истину, и истина сделает вас свободными. От всякого рода суеверий, от всякого рода заблуждений. И вот, если вернемся снова к истории церкви, то мы видим, что те христиане, что были там сжираемы, там, на потеху публики, были распинаемы, были сжигаемы, там, они не виноваты в том, что в последующие поколения их вот так вот идеализировало, канонизировало, приватизировало порой там. Потому что борьба даже была порой в среднем века даже за эти останки, за сами эти мощи, как бы их гробы, там, личные вещи дрались даже до крови. Сражались христиане за правообладания этими реликвиями. И, друзья мои, и сотни, и тысячи паломников поклонялись этим вещам и поклоняются по сей день порой. Они не виноваты в том, друзья мои, потому что они были нормальными христианами и не давали повода такого, чтобы им стали поклоняться. Но в последующий период истории церкви, к сожалению, произошло то, что произошло. Христианство исторически стало смешиваться с языческими традициями. И это стало возможным благодаря там, ну, нескольким причинам. Первое, это отрыв самой же церкви, трагический, который начался еще в первом периоде, кстати, со второго столетия. Отрыв от еврейских своих корней, когда церковь стала отрываться от своих же корней. Когда стали доказывать друг другу, самим себе, друг другу и властям римским, что мы не евреи, евреи не мы, и вообще у нас ничего общего, и вообще мы сами по себе вот такие, сами с усами. Вот, и все те библейские слова, которые были сказаны в адрес Израиля, церковные служители, многие стали переписывать, переосмысливать их, как вот именно сказано по отношению к церкви. И лишали евреев права даже, как бы такого, пользоваться этими текстами по отношению к себе. И говорили, что только лишь это по отношению к нам сказано. И вот это послужило, ну, трагедией дальнейшей в истории церкви. Я потом расскажу еще об этом. И вот, друзья мои, да, и еще почему вот это все произошло. В самой же христианской общине, в самих же христианских этих церквях начались порой такие ссоры, борьба за власть, деньги, власть. И я имею в виду последующую историю христианства, когда церковь уже была государственной даже уже, уже такой силой большой политической, силой, государственной силой. Да. Ну, по порядочку. Как все происходило. С 313 по 325 год происходила такая легализация, да, проходила такая легализация церквей. Христианские церкви выходили из-под поля. Потому что в 313 году император Константин, запомним его, император Константин по прозванию Великий, в Милане издал закон, миланский эдикт, Константин и второй был Ликиний, император. Они вдвоем, собственно, издали этот закон, по которому христианам давалась свобода, но не просто свобода, как уже было неоднократно в истории до того. А христиане приравнивались к государственной религии. Христианство называлось одной из главных государственных религий. То есть мир, языческий, греко-римский мир, был вынужден уже не просто считаться с христианством, а вынужден был признать, факт констатировать, что христианство распространилось невиданно, неслыханно. В условиях подполя борьбы церковь выросла, все-таки 10% населения империи, и при том это довольно-таки деятельная, активная часть империи. Это люди, которые, ну, уже даже не в словах Иисуса, а вообще, вот как мы сейчас говорим, ну, цвет нации, да? Цвет нации. И, в общем-то, то, что сделали Константин и Ликини, это было признанием церкви, и церковь в истории христианства впервые, это было в истории впервые, церковь христианская была названа одной из государственных религий. То есть, да моклов меч этих гонений перестал висеть над головой церкви. Если бы церковь была бы просто терпимая религия, то да, в любой момент мог выйти другой указ, по которому христиан опять гнали бы, опять преследовали. Но над государственной религией не было таких угроз уже. Наоборот, государственная религия получала права, при том очень такие широкие права, полномочия. Церковь могла и строиться, пользоваться бюджетными деньгами, могла иметь должности государственные, могла иметь влияние на государство. Церковь выходила из подполья. В это время легализовалось, в это короткое время, да, до 325 года легализовалось порядка 100 автокефалий. Порядка 100 автокефалий. Или же по-русски это союзы церквей, независимые, самоуправляющиеся, автокефальные, по гречи, кефалась голова. Значит, автокефалий это сам себе голова, имеющая свое руководство, управление, порой даже независимо в вопросах некоторых традиций, учений и прочее. Порядка 100 автокефалий, союзов церквей. И в 325 году в городе Никей прошел первый католический, первый вселенский собор. Первый вселенский собор. Это время очень важное в истории христианства в целом и в истории человечества, потому что это время стало поворотным. В 325 году, собравшись сотни служителей, это было впервые, в Никее, первый вселенский собор. Вот на служениях мы декларируем или поем, провозглашаем веру в единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего. И дальше, и дальше, и дальше, вот эти слова, то, что библейски оправдано и библейски осмысленно, было провозглашено именно отцами вот того первого вселенского собора на этом большом грандиозном собрании. Впервые в истории церкви это собрание, этот собор, конференция, там можно сказать, пастырская конференция проходила открыто, легально и в таком составе. Почему вселенский называли собор? Потому что римская империя, она называлась вселенской империей, католической империей. Римские императоры со времен Цесаря Августа назывались католическими императорами, то есть правителями именно вселенскими, правителями именно универсальными, всеобщими, над всем миром. Считали римские правители, что вся обитаемая вселенная, цивилизованная вселенная находится под их властью, а то, что за пределами этой экумены, это считалось уже варварством, считалось уже чем-то мертвым, неживым совершенно, не цивилизованным и обреченным. Так вот, собравшись служители церкви, собрали на самом деле грандиозный собор, провозгласили начало по сути новой церкви. Церковь с того периода времени стала называться тоже католической церковью. Впервые, не просто христианской, а вот именно католической, то есть вселенской, универсальной, всеобщей, всеимперской церквью, первый вселенский собор в городе Никеи. 325 год. А теперь пересказывайте.